Володя Медведева Володя Медведева Экологический туризм во всем мире имеет громадное значение для экономики стран и регионов. У нас в России тоже сейчас начался некий подъем интереса к национальному познавательному экологическому туризму. И я попробую рассказать о тех сложностях, с которыми сталкивается познавательный экологический турист на территории нашей страны. Прежде всего, это отсутствие какой-либо, зачастую отсутствие какой-либо познавательной информации, которые экологический турист может получить о территории или о месте. Владимир нам рассказывал о том, что десятки тысяч, миллионы туристов делают различные фотографии, можно пользоваться в интернете какими-то справочными данными. К сожалению, у нас в России это невозможно. Если вы забьете в поисковую систему фотографии какого-нибудь нашего национального парка, ну, пожалуй, исключая Кранотский заповедник, ну, национального парка или заповедника, исключая Кранотский заповедник и, возможно, Кавказский заповедник, скорее всего, вы найдете единичные фотографии без всяких описаний, без всяких экзифов. И, возможно, даже читая книгу о пятом заповеднике или национальном парке, вы увидите, ну, специалист может увидеть, что даже иллюстрации в книге об этом заповеднике взяты совершенно из других источников, из фотобанков. И медведей, которым проиллюстрирована, например, книга, ну, предположим, о центральном лесном заповеднике, возможно, где медведей снято совсем не в центральном лесном, а на той же Камчатке, и специалист это сразу увидит по специфичной природе, по состоянию и так далее, и так далее. Вот. Лет пять или шесть назад у меня возник вопрос, почему же у нас так не происходит, и мы решили создать некий проект, пилотный проект, попробовать, что же может сделать фотограф для особо охраняемой природной территории, и что мы можем получить, и что мы можем сделать, чем мы можем помочь этим охраняемым природным территориям, и что они могут дать нам. Естественно, мы попытались выяснить, мы — это союз фотоконтролистов, некая инициативная группа, в том числе Александр, который принимал, Александр Песков, который принимал в этом деятельное участие. Мы попытались выяснить, что делается за границей, как это делается, и произошло понимание того, что, в общем-то, в наших реалиях один фотограф, один человек справится с исследованием и с работой на некой территории, ну, вряд ли может. Почему? Потому что, опять же, у нас несоответственно нет никаких описаний. Научные сотрудники, которые работают, они и так заняты своими делами, зарплаты крайне скудны, в общем, и не до фотографов, и не до, собственно, рассказов туристам о том, что происходит у них. Мы решили попробовать эту проблему решить, и создали некую инициативную группу, в которую вошло несколько человек, я подробнее расскажу об этом, и попытались понять, а где же мы можем попробовать этот пилотный проект. Выбор пал на довольно интересную в биологическом и регуляционном плане территорию. Это Валдайский национальный парк. Он находится между двумя крупнейшими мегаполисами, между Москвой и Санкт-Петербургом, примерно ровно посередине, недалеко от станции Балагоя, центр национального парка, город Валдай. Вы можете увидеть, вот он там нарисован. Парк достаточно большой, то есть 100 километров в длину и 30-40 километров в ширину. На нем огромное количество разнообразных территорий. Прежде всего, это озера. По последним подсчетам этого года, на территории парка находятся 257 озер разной величины. Это очень много. Это очень разнообразные, получается, озера. И карстовые, и большие затопленные водохранилища, и естественные озера, и маленькие болотные озерки. И чем еще знаменит Валдай? Тем, что на нем находится раздел между реками, текущими Балтийское море, и реками, текущими Каспийское море. Это Волгский бассейн. И вот эта сама территория становится достаточно интересной. Плюс это с древнейших времен, это облесенная местность, это 84% парка занято лесами, многие из которых, в общем, вырубались крайне мало. Вот вроде бы те предпосылки, и туда очень легко подобраться. Два часа на Сапсане из Москвы, два часа на Сапсане из Санкт-Петербурга, и вы оказываетесь на территории парка. Для того, чтобы работа была наша успешной, мы решили выбрать приоритетное направление. То есть ходить по лесу в поисках диких животных, как это возможно в Канаде, в России, к сожалению, нельзя. Ты можешь проходить месяц, два месяца можешь проходить по лесу год, и так никого и не увидишь. Причины этого, наверное, вам объяснять не нужно, но это социальные, экономические причины. Плюс то, что на всей территории России постоянно идет браконьерская охота, постоянно идет охота любительская, и службы охраны, они не имеют возможности противодействовать этому процессу. Плюс сильнейший прессинг со стороны местного населения, все, что движется, все, что шевелится, немедленно местным населением, по их понятиям, должно быть уничтожено. Вот поэтому мы оставили за рамками нашей работы мир животных и взяли приоритетное направление. Прежде это озера, растительный мир, еловые леса, болота, птицы и ручьи и малые реки. Вы видите, почему именно ручьи и малые реки? Потому что водораздел, поэтому самые интересные процессы происходят именно в тех местах, где зарождаются эти родники, где молотца, где воды формируются в некие потоки, в некие течения и потом превращаются в реки. Было интересно это показать. Такой для себя составили план. Одно из первейших водных массивов, которые находятся на территории парка, это озеро Селеги. Когда 15 лет назад я в первый раз побывал на этой территории озера, это Палмурский плёс, так называемый, я увидел огромное количество машин, неорганизованных туристов, замусоренные берега и прочие радости нерегулируемого посещения водоемов. Когда мы начали фотографическую работу в позапрошлом году в парке, оказалось, что сотрудникам удалось наконец справиться с этим процессом. Больше подобного хулиганства не происходит, но зато другая беда. Это массовая застройка коттеджами приближной линии. Поэтому озеро Селегир как приоритетное направление показалось нам неинтересным, за исключением, пожалуй, что островов на территории озера находятся несколько островов, которые мало посещаются людьми. Там сохранились лиственные и мелколиственные леса, живут бобры, и это довольно, в общем, красиво. Первая экспедиция в парк была осенью позапрошлого года и носила такой пристрелочный характер. То есть я попытался... Владимир, кстати, принимал участие в подобном проекте, но вот в этом обследовании, но Канада, конечно, ему показалось интереснее, поэтому, к сожалению, в этом проекте он участие не принял. Я попытался поплывать на территории всех 13 лесничеств, обследовать все интересные с точки зрения фотографии и с точки зрения биологии объекты для того, чтобы потом составить план съемок на следующие полевые сезоны. Второе и самое красивое, наверное, озеро Парка – это озеро Велье. Себя она представляет искусственно затопленное. Ну, то есть там сначала было довольно хорошее озеро, потом в результате различных действий, в том числе во времена Екатерины, оно было чуть-чуть подтоплено, уровень воды повысился, и это дало возможность... В общем, короче, берега стали изрезанными, появилось большое количество заливов, там излучин различных тихих заводей, в которых оказывается большое количество водоплавающих птиц и интересные пейзажи именно за счет своей изломанной береговой линии. В обследовании нам помогали работники парка, руководство выделило нам моторную лодку, инспектора, и, в общем, все произошло довольно хорошо, довольно замечательно, и надо дать должное, что, опять же, парку удалось сократить количество моторных лодок. Движение, не регламентированное по озерам, сейчас искоренено, и позволяется только либо редким людям из местного населения, либо обязательно нужно разрешение оформить, и мощность моторов не может быть выше 40 лошадиных сил. Благодаря этому как раз водно-болотные птицы и водоплавающие птицы чувствуют себя достаточно комфортно на территории парка. Когда я думаю о Валдае, мне прежде всего... Я вспоминаю историю Валдайского оледенения, и когда я планирую какие-то съемки каких-то пейзажей, я пытаюсь показать остатки этого Валдайского оледенения, в Луне, пытаюсь найти какие-то и вокруг своих... вокруг деревьев, вокруг пейзажей, вокруг камней, вернее, пытаюсь собрать это все в один кадр, чтобы зритель мог увидеть не только красивый пейзаж, красивый русский пейзаж, но и чтобы в нем были элементы геологической истории, элементы биологические, чтобы это был не пейзаж, а скорее ландшафт. В процессе работы получается так, что часто можно наталкиваться и на браконьерство. Например, этот снимок помог сотрудникам Барка пресечь постановку сетей, и как-то, в общем, они попытались наказать нарушителей благодаря этому снимку. Валдай знаменит своими ельниками. Вообще территория от Санкт-Петербурга до Москвы достаточно сильно вырубалась всегда, и только неудобные холмистые места, крутые склоны озер, лесозаготовителями как до революции, так и в послевоенное время не затрагивались именно из-за того, что там был неудобный валить лес, его транспортировать, вывозить оттуда. Поэтому вековые ельники сохранились на берегах озер Валдайского парка и являются сейчас такой большой ценностью этого парка. На крутых обрывах этих озер можно таким образом посмотреть даже, каким образом ель цепляется за жизнь, каким образом, как она шлют, короче. Здесь мы видим мощную, вернее не мощную, а корневую систему старых ельников, которые распластались по поверхности, и мы понимаем, почему при порынистых ураганных ветрах ели начинают ломаться, начинают падать. Возраст ели в нормальных условиях не может превышать 150-200 лет, потому что ветрами, которые господствуют на этой территории, они падают и едут. Академия Украинская Продолжение следует...